Несколько дней назад в Париже состоялось очень важное событие. По своим масштабам это практически новый Бреттон-Вуд. Впервые за 80 лет лидеры почти полусотни стран встретились, чтобы обговорить перестройку глобальной финансовой системы, которая установилась после Второй мировой войны. Это новый Бреттон-Вуд, в котором приняли участие лидеры Всемирного банка, Международного валютного фонда и руководящие фигуры основных экономик мира. Эта встреча обозначила глобальный сдвиг мировой финансовой системы. Таких масштабов не было со времен послевоенной перестройки глобальных финансов. Спустя 80 лет после Бреттон-Вудской конференции настало время реформировать Международную финансовую систему, заявляют в Париже. То, что там происходит, уже назвали новым глобальным финансовым пактом. Безусловно, это повлияет на всех нас. На наши жизни, на будущее криптовалют, на будущее традиционных национальных валют и на будущее целых стран. Конечно, многое из закрытой информации нам недоступно. Но давай обсудим то, как новая глобальная Международная финансовая система, которую готовят лидеры как минимум 40 стран, на самом деле призвана погрузить мир во владельцев и рабов. Основной повесткой дня финансового пакта является, безусловно, создание новой глобальной финансовой инфраструктуры, которая будет разделяться на несколько видов. Например, на климатическую. Одним из высокопоставленных чиновников, которые представляли США, была Джанет Йеллен, министр финансов. А как ты знаешь, США является крупнейшим акционером Всемирного банка. Новый финансовый пакт также проводился при участии лидеров из Африки, премьер-министра Китая и президента Бразилии. В целом участвовало 40 стран и 1500 участников, включая даже президентов или премьер-министров. Сообщалось, что саммит был настолько многолюдным, что большинство журналистов даже не смогли получить аккредитацию. Так что событие действительно очень-очень масштабное. Итак, первой очередной задачей саммита являлась разработка инфраструктуры для новой международной финансовой системы, в частности климатической. Первый этап, который был обговорен, это построение новой структуры финансирования для таких организаций, как страны Большой Двадцатки, Международный валютный фонд, Всемирные банки и Организации Объединенных Наций. Этот первый этап должен занять 18 месяцев, и он включает в себя дополнительные деньги, которые будут предоставляться в качестве займов развивающимся странам при соблюдении определенных требований. Например, климатическим, борьбы с неравенством и охраной биоразнообразия. Одно решение по-настоящему потрясло меня, и оно намекает нам на то, какой именно лидеры развитых стран видят новую финансовую систему. Да, мы говорили о внутригосударственной системе, ЦВЦБ, но что насчет международной? Что еще было на повестке дня? Сообщалось, что они обсуждали увеличение кредитования развивающихся стран и предоставление паузы выплате долгов. Эти инициативы, конечно же, в теории хороши, скажем, для африканских стран, которые отчаянно нуждаются в финансировании. Но развитые страны все еще отказываются списывать их долги. Другими словами, они не хотят фиксировать свои убытки. Наоборот, они готовы кредитовать эти страны еще больше, вместо того, чтобы помочь им с существующими кредитами, которые эти страны с трудом выплачивают. Агентство Reuters сообщило, что Китай давит на развитые страны, чтобы они списали кредиты развивающимся странам, но не отказываются это делать. Так что в реальности развивающиеся страны, которые, возможно, уже взяли кредит у Всемирного банка или Международного валютного фонда, все равно должны выплачивать свои долги и влезать в еще большие долги. Несмотря ни на что. Даже если они сталкиваются с нехваткой продовольствия или другими проблемами. Всемирный банк говорит им, мы не будем работать с вами над реструктуризацией вашего кредита, чтобы, возможно, снизить процентную ставку. Но вы можете занять у нас еще больше денег. Более того, Аргентине, например, Международный валютный фонд выдал очередной кредит размером около 45 миллиардов долларов с условием, что банки этой страны не будут работать с биткоином и не будут им пользоваться. Что все это значит? Такие организации, как МВФ и Всемирный банк фактически стремятся быть владельцами, превращая огромное количество стран в своих рабов. Вот еще один пример. По данным агентства Reuters, эта коалиция стран заявила, что предоставит кредит около 2,7 миллиарда долларов Сенегалу при условии, что Сенегал добьется их цели. 40% электроэнергии страны должно добываться из возобновляемых источников энергии. Действительно ли это является самой большой проблемой Сенегала? Достаточно ли у них еды? Как насчет образования и здравоохранения? Уровень бедности в Сенегале достигает 47%. Это шокирует. При этом почти 95% всего населения страны живет менее чем на 10 долларов в сутки. Нужно ли этой стране инвестировать 2,7 миллиарда долларов в зеленую энергетику, в то время как ее дети голодают? Куда на самом деле пойдут эти деньги? Очень интересно узнать твое мнение, напиши в комментариях. Итак, люди редко имеют право голоса, когда принимаются такие решения, но именно они выплачивают эти кредиты, платя налоги, которые не вкладываются обратно в их страны, в их экономику, а вместо этого используются для выплаты этих кредитов. Вот еще один пример. По данным Bloomberg, у Пакистана не было другого выбора, кроме как повысить налоги, чтобы получить новый кредит от Международного валютного фонда. Поэтому очень важно понять, что несмотря на объявленные цели в Париже несколько дней назад, несмотря на то, что глобальная элита подает это как спасение, то, как это осуществляется, то, как это реализуется и внедряется, кажется таковым не является. Новая финансовая система призвана установить глобальное рабство. Это правда. Вот репортаж агентства Reuters по этому вопросу. Пакистан пересматривает свой бюджет и теперь должен собирать больше налогов со своих граждан, чтобы получить кредит МВФ. Граждане Пакистана буквально работают на Международный валютный фонд. Как и Пакистан, другие развивающиеся страны должны внедрять политику и законы, чтобы получать финансирование. И эта политика и законы не всегда преследуют интересы этих стран. То же самое и с Украиной, моей родной страной. Моя душа болит из-за того, что происходит с ней и с ее измученным народом, частью которого я тоже являюсь. И знаешь что? Для того, чтобы получить средства МВФ и Всемирного банка для поддержания своей экономики, в прошлом году, в 2022 году, правительство Украины внедрило самые строгие антирабочие трудовые законы, которые ограничивают права трудящихся. Нынешнее правительство ратифицировало закон 5.3.7.1, который лишает прав работников малых и средних компаний. Согласно новому закону, люди, которые работают в компаниях с числом сотрудников менее 250, теперь будут регулироваться контрактами, которые они сами заключают как частные лица со своим боссом, а не с Национальным трудовым кодексом. На практике это означает, что около 70% работников в Украине лишились многих трудовых прав и гарантий. Коллективные договоренности, заключенные профсоюзами по поводу зарплат или отпусков, например, больше не действуют. Закон также лишает права налагать вето на увольнение. Таким образом, любой может быть уволен по любой причине, и это не обязательно может быть законная причина. Таково требование Международного валютного фонда для того, чтобы дальнейшее кредитование стало возможным. Теперь давай поговорим о речи министра финансов Джанет Йеллен на саммите «Новый финансовый пакт» в Париже. Ниже я приведу ссылку на полный текст ее речи, приглашаю тебя прочитать ее. Но вот только пара комментариев, которые очень показательно говорят нам о том, что такое новый финансовый пакт, что такое новая финансовая система, это не про интересы стран. А про интересы владельцев этих стран, МВФ, Всемирный банк и так далее. В прошлом году мы запустили знаковое партнерство «Справедливый энергетический переход между Индонезией и США». В рамках этого исторического партнерства будет мобилизовано первоначальное финансирование в размере 20 миллиардов долларов для поддержки новых амбициозных целей в рамках перехода Индонезии к зеленой энергетике. Половина из этих 20 миллиардов долларов поступит из частных источников. Например, с криптовалютной биржи FTX, если бы она еще существовала. Это была шутка. Поэтому, как мы видим, приоритет здесь будет отдаваться странам, которые будут брать кредиты с условием полностью или частично переходить на строительство объектов зеленой энергетики. Елен также сказала, что банк должен предоставлять дополнительные ресурсы странам, которые хотят решать глобальные проблемы. Другими словами, глобальные проблемы основателей этой новой финансовой инфраструктуры. Джанет Елен заявляет, мы также хотели бы, чтобы Всемирный банк предложил заемщикам возможность включать свои кредитные соглашения, так называемые CRDC. CRDC – это новый долговой инструмент, который внедряется международным валютным фондом и другими финансовыми организациями. «Эти положения могут ослабить давление и иностранных в случае локальных и глобальных потрясений», – говорит Джанет Елен. «И, наконец, мы должны убедиться в том, что банки развития и специализированные трастовые фонды работают как единая система. Это особенно важно для оптимизации работы многих фондов, которые будут составлять нашу архитектуру глобального финансирования», – заканчивает Джанет Елен. То есть она говорит о том, что эта система должна быть единой по всей планете. На данный момент крупнейшими заемщиками МВФ являются Аргентина, Эквадор, Египет, Пакистан и Украина. В конце двухдневного саммита президент Франции Макрон подвел итог, сказав, «Эти два дня позволили нам сформировать новый консенсус для всей планеты. Мы выработали документ с подробным изложением общего политического взгляда на путь глубокой реформе международной финансовой архитектуры и платежной системы, то есть глобальной финансовой системе», – другими словами. «Даже тех немногих капелек информации, которые просочились из-за закрытых дверей, мне достаточно, чтобы убедиться еще больше, когда все это будет происходить, когда все это будет реализовано в жизни. Ты либо будешь подчиняться этому, либо попытаешься найти альтернативу. И альтернативу нужно искать не тогда, когда это будет запущено, а до. И для меня нет другой альтернативы, кроме биткоина. Сегодня это видео я выкладываю даже не для того, чтобы поведать тебе о том, о чем говорили в Париже, хотя и об этом тоже, ведь это важно. Это касается глобальной финансовой системы, это касается тебя, это касается твоей страны. Сегодня я хочу обратиться ко всем развивающимся странам мира. У вас есть еще время, у вас есть еще шанс. И то и другое вам дает биткоин. Не глобальная элита, нет. Биткоин. Биткоин это и есть новая финансовая система. Биткоин это и есть свобода. И биткоин это и есть наш путь. Меня зовут Богатей Шиди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok